Витёк, братан, давно не виделись, что я в больнице был, что ты в больнице был. Что поделать? У тебя что приключилось? Да, у меня ерунда, не хочу об этом говорить. Ну, понятно, блин. Мне вот сказали, мне надо на побережье ехать, Балтийского моря в Калининград. Не хочешь туда, обратно? Да нет, я, во-первых, не поклонник Балтийского моря, а во-вторых, не поклонник Европы. Да, а почему? В Европе хорошо говорят. С газом только проблемы, а так всё отлично. Нет, ну не моё это точно Европа. Я родился вот в Евразии, в Сардепе, мне здесь по кайфу. А это не моё, у них башки одни холые жопы. А тут слух прошёл, ты в Калининград уехал на ПМЖ, на ты оказывается в больнице вяжёл. Ну, вообще, господь, ест. Ну, а чего? Там другая экономическая зона. Там другие люди ездят, не компанейские. Ну, конечно, я он смотрю, ты только не успел из подъезда вынырнуть, тебя уже братва окружила. Руки жмут за угол тянут, блин, все дела. Пойдём туда-то сходим, там вот и проведем. Каждая собака, друг друга, знаешь. Витя, а ты знаешь, что вот у нас был такой Тургеневский дуб, который Тургеневский... Я даже его видел, я в Кали ездил туда. Ну, вот упал он. Да я видел. Я не знаю, что за торнадо такое пронеслось, что он упал. Не, ну а ты в курсе, да, что вот этот дуб, он был символ России, как бы? Ну, не знаю, как символ России. У нас чему бы хуёво не было, значит символ России. Символ России, вот когда он был здоровый, он что-то не был символ России. Символ был, там, Тургенева, там, не знаю, литература и так далее. Нет, на самом деле... Там, товарио, это литературная столица. Нет, на самом деле, это дерево считалось символом России. Вот теперь это, этот символ завалился. Как-то так. Он там... Плохая примета её. Ну, это как, это какой, если на корабле якорь всплыл, я так хуёвая примета. Якорь всплыл. Ну, то же самое. Плохая примета, на корабле якорь всплыл. Значит, на мель сели. Нет, это значит пиздец кораблю. Что-то тут в Орле вообще всё как-то не очень хорошо. Да нет, всё одно и то же. Просто менять, что-то нужно менять и всё. Абсолютно, что, блядь, всё кардинально нужно менять, должно менять. А ты знаешь, что Клочков, губернатор, он сказал, что это не важно, что дерево упало, всё равно оно будет участвовать в конкурсе. Хоть поваленное, всё равно будет участвовать. Не важно, как что оно там... А, ну, это как, это всё равно, что это как его... Так-то мышцы с Наполеоном, мы сожгли крем, льёт. Он всегда жив и будет жить. Заново построить? Ну, дуб-то заново, это как его не посадят? Не, ну его можно забетонировать там, как память. Что за глупость-то хоть такая? Ну, бетонировать его. Я что-то по телевизору видел, он же пополам вроде треснуло, они из-под корня. Не, заваленный лежит. Не знаю. Как ты думаешь, что с этим дубом теперь будет? На дрова, ёпта, ну что ещё с ним будет, ёпта. Слушай, а ты вот это, когда в больнице лежал, ты сдавал там ещё повторные тесты? Ну, конечно, в абсервации лежал, ну, обязательно. Там вся эта... Ну, я лежал, у меня болезнь такая. Незаразная? Незаразная. Вот, и вся эта была... Абсервация, засовывали, блядь, в рот нос. Мне даже коты делали. А, понял, понял. Ну, там, нет, всё чисто, у меня цветутку. Да, хотя в нашем возрасте уже не бояться ничего, ни на шани хуя. Не преувеличивай. Не преувеличивай. Блядь, коронавирус, блядь. Ну, и в итоге тебе, короче, выписали таблетки, да? Да, таблетки, что я ем. Раз в день с утра, если. Ну, а как ты вообще думаешь, что это серьёзно или вообще? Нет, ну, любая болезнь это серьёзно, ёпта. Ну, покажи мне хоть одного здорового человека. Не, ну, я на Рэмбу смотрел, я видел, что это серьёзно. Я так не сказал. Ну, это бы не, ну, рыбы, это было не серьёзно, это был пиздец, ёпта. Ну, я просто здоровья тебе желаю. Да дай бог, да я всем желаю. Это те, кто меня знает, дай бог здоровья, честный год. И как бы... Следующий мой год, кстати, год тигра, 74-й. А ты тигр, да? Да, я 74-й. Тигрёныш. Это у Рэмбу было лучше всех ефт, и он родился... Сейчас, его, сам дева, а родился в год петуха, ёпта. У него это пиздец, каши ёпта. Слушай, там спрашивают у тебя аккордок песни дембеля. Три блатных, или четыре, по-моему. Ну, короче, все, кто в армии служат, тот знает. Да, да у любого алкаша во дворе. Говорят, табы, напишите, как играть дембеля. А сегодня голос передачи надо быть посмотреть. Да, голос сегодня. Да, кстати, смотрю, я не обламываюсь, пускай говорят, что это как я подсохну. Не обламываюсь. Жалко Градского. Да, Градского жалко, да. Хотя я его не любил, как певца, и я узнал-то, я одну песню. Ну, у него голос специфический, конечно. Ну, да, я только вот сейчас узнал, что он для мультика пел, вот, клуба щенок-то, вот эту вот, как про рыбу пилутый. Ну, это что он пел, там, и пилая пила. Вот у него такой голос. Бамушка моя была пила. А так мужик, вроде, емарный. Ну, да, прикольно. У него жена молодая, там. Ну, знаю, да, ребенка не заделали ее в таком возрасте. Они только вот поженились, по-моему, да. Ну, ребенок у них есть. Ну, младенький, ладно. Все, Вить, прощайся с братвой. Всего доброго, пацаны и девчата, все рок-н-рол.